Вы смотрите новости на канале RTVI. Введенные против России санкции останутся в силе. Об этом на встрече в Вашингтоне заявил сегодня президент США и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Помимо этого, стороны обсудили террористические угрозы в Европе и Америке. На связь со студией сейчас выходит корреспондент RTVI в столице США Роман Мамонов. Рома, добрый день и расскажи, о чем еще говорили лидеры двух стран. Доброго дня, коллеги. Буквально час назад здесь, в Белом доме, завершилась пресс-конференция Барака Обамы и Дэвида Кэмерона. Премьер-министр Великобритании прибыл в американскую столицу накануне вечером, успев провести неформальную часть переговоров с Бараком Обамой за ужином. А сегодня, с самого утра, здесь, в Белом доме, шли консультации между Бараком Обамой и лидером, пожалуй, самого близкого союзника Соединенных Штатов в Великобритании. Напомню, что договоренность о визите была достигнута еще до терактов в Париже. И понятно, что трагедия во французской столице перекроила. В повестку дня и на первый план вышла тема борьбы с терроризмом, тема борьбы с исламскими группировками. И сегодня на пресс-конференции Барак Обамы и Дэвид Кэмерон говорили о необходимости борьбы с группировкой исламской государства и о координации усилий в борьбе с террористами, особенно с теми, которые угрожают провести теракты внутри Великобритании, внутри Соединенных Штатов. В последние недели мы видели террористические атаки в Париже, в Пешаваре, в Нигерии. Мир болен терроризмом, и мы точно не останемся одиноки в нашей борьбе. Мы знаем, против чего мы сражаемся. Мы столкнулись с отравляющей фанатичной идеологией, которая хочет извратить одну из мировых религий – ислам, и спровоцировать конфликт и террор. И вместе с нашими партнерами мы будем этому противостоять. Известно, что Дэвид Кэмерон прибыл в американскую столицу с намерением добиться помощи от американских властей, от американских IT-компаний, конкретно Твиттера и Фейсбука, в отслеживании деятельности террористов и в отслеживании тех сообщений, которыми они обмениваются между друг другом, и тому подобное. Дело в том, что на данном этапе многие компании отказываются раскрывать данные своих пользователей, именно ссылаясь на защиту частной информации. Понятно, что тема эта чувствительная, но Барак Обама сегодня заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и IT-компании готовы обмениваться такой информацией, и есть легальные способы, не нарушая свободу частной жизни, действительно отслеживать такого рода активность, что и намерены делать американские и британские власти. Кроме того, второй большой темой, которая обсуждалась на пресс-конференции, стала ситуация с иранскими переговорами. Барак Обама и Кэмерон заявили, что сейчас успех хоть и не гарантирован, но тем не менее есть надежда на достижение компромисса с Тегераном. Главное, чтобы американский конгресс не ввел новые санкции против Ирана и таким образом не сорвал переговорный процесс. Я прошу конгресс не вмешиваться, потому что наши переговорщики, наши партнеры, которые вовлечены в этот процесс, предупредили, что вмешательство конгресса лишит нас возможности дипломатического решения, одной из самых сложных и давних проблем национальной безопасности. Конгресс должен продемонстрировать выдержку. Я уже предупредил демократов в конгрессе, что использую право вето, если законопроект о новых санкциях попадет ко мне на стол. Не обошли, конечно, страну и тему Украины, и отношений Лондона и Вашингтона с Москвой. Тут Барак Обама и Дэвид Кэмерон подчеркнули, что позиция стран общая, и они намерены продолжить санкционное давление на Россию, которая, по их мнению, нарушила международные нормы и дестабилизировала ситуацию на востоке Украины. Коллеги. Спасибо. Роман Мамонов о визите в столицу США премьер-министр Великобритании.